Турдакуна Усубалиева, которого, кроме прочего, называли еще и главным прорабом столицы республики, в этом году исполнилось бы сто лет. Почти четверть века он руководил Кыргызстаном. Строительство, промышленность, сельское хозяйство и другие отрасли в годы его правления получили большое развитие. Возводились заводы, фабрики, гидроэлектростанции. Переоценить вклад Усубалиева в становление нашей республики очень сложно. Увековечить память государственного деятеля присвоением его имени одной из улиц Бишкека предлагают уже не первый раз. Накануне эта инициатива прозвучала уже из уст депутата Чиныбая Турсунбекова. Турдакуна Усубалиев руководил страной около 25 лет. За эти годы экономика страны выросла почти вдвое. Строились ГЭСы, в столице было построено нынешнее здание парламента, филармония, театр русской драмы и другие. Усубалиева называют главным архитектором Бишкека. В этом году будет столетие со дня его рождения. До этого, вы помните, не раз в Джигуркукинеше предлагали присвоить его имя одной из основных улиц города. Можно улицу Киевскую переименовать в его честь. Также парламентарий предлагает переименовать главную улицу в городе Нарын, чтобы называлась она не Ленина, как сейчас, а в честь Турдакуна Усубалиева. По словам народных избранников, с подобной просьбой к ним обращались сами местные жители. Но согласны с этим не все. Выступают против, например, и в общественном фонде имени Усубалиева, который сегодня возглавляет внук первого секретаря Компартии Киргизской ССР. Эсен Усубалиев говорит, что его дед сам был против любых переименований в городе и других изменений, которые ведут к утрате его уникальности и исторического наследия. Называйте его именем безымянные улицы, новые объекты и учреждения, говорит внук Турдакуна Усубалиевича. Когда предложили такую инициативу, опять повторюсь, что мы с благодарностью относимся к этой инициативе, но все-таки мы считаем, что было бы неправильно менять улицу Киевскую на имя Усубалиева Турдакуна Усубалиевича. Он был бы против? Он сам был бы против, то есть он сам уже был против тогда, когда начинались переименования в городе. Было бы хорошо, если бы какие-либо другие значимые социально-экономические объекты назвать, дать название новой совершенно улице, новому проспекту. Горожане города Бишкек привыкли к этим названиям. С этими названиями связана их жизнь, судьба и многие другие памятные для них вещи. Улица Киевская должна оставаться улицей Киевской. Все-таки это наше общее советское наследие. Иначе, по мнению главы фонда Усубалиева, Бишкек может окончательно потерять свой былой облик. Улицы Московская и Киевская – одни из немногих, которые не сменили свои названия со времен советского фрунзы. Та же Киевская сегодня могла бы носить имя Чингиза Айтматова. По крайней мере, попытки переименовать уже были. И не напрасно, считает доктор исторических наук Толобек Абдурахманов. Он поддерживает идею замены старых названий. Уверен, что личности, внесшие большой вклад в развитие Кыргызстана, достойны, чтобы их имена носили улицы, проспекты и бульвары городов. Мало спорвали ему. Я не говорю про Астану, но в Алма-Ате основные улицы носят имена их национальных героев. Не буду говорить про Таджикистан, Туркменистан или Узбекистан. Честно сказать, мы отличаемся от них в этом плане. Во времена Советского Союза у нас были заложены и даны названия тем же улицам. Это Московская, Киевская. Теперь одну из них предлагает переименовать и присвоить имя Турдакуна Усубалиева. Лично я поддерживаю это предложение. При этом знаю, что в самом фонде Усубалиева выступают против. Споры менять или не менять усугубляются еще и тем, что в столице действует мораторий на переименование улиц. И запрет продлен как минимум до 2023 года. Несмотря на это, исключения все же делали. К примеру, отрезок улицы Шабдана Баатыра в прошлом году переименовали в 7 апреля. Такое решение Горкинеша тогда возмутило многих горожан. В свое время депутаты выступали также с предложениями о переименовании районов Бишкека. Ленинский и Октябрьский в Курманжан-Датки и Шабдан-Батыра соответственно. Первомайский назвать именем Айтматова, а Свердловский – Исхака-Разакова. Но инициативы поддержаны не были. Алексей Немашкал, Нурзада Садыкбекова, Урмат Мамбиталиев, НТС.